История казахстанской мафии, как бандиты наводили ужас в 90-е. После развала Советского Союза, который произошел в 1991 году, в уже суверенном Казахстане стали образовываться криминальные банды, которые занимались рэкетом и прочими преступными действиями. Кому-то кажется, что подобные уголовные сообщества создавались спонтанно и хаотично. На самом же деле в период становления власти в Казахстане криминалитет сыграл обозначенную роль, поскольку шла приватизация государственной собственности и в большой игре нужны были сильные игроки в лице торпед для борьбы за наследие советского производства. Преступные группировки 90-х существовали, поскольку были необходимы приближенным к власти людям. Это уже когда рынок был поделен и все устаконилось, постепенно мафии стали либо уходить в легальный бизнес, либо арестовывались и сажались в тюрьму, либо ликвидировались за ненадобностью. Ниже представляем подборку наиболее известных группировок и авторитетов в 90-е годы. Четыре брата, она же Айшу Акжан Тугил, была создана чуть ли не в 1992 году. Эта группировка насчитывала в свои лучшие годы до 100 человек. Преступники специализировались на контроле рынка сбыта наркотиков и ГСМ в Актау. Также под их контролем были и горно-развлекательный и торговый бизнес, вещевые рынки и автостоянки, контроль контрабанды спирта и товаров, казахстанско-китайская граница, зерновой, яичный бизнес, железнодорожные перевозки. Группировку связывали коррупционные отношения с КНБ и МВД. Лидерами банды числились Серик Матышев, Серик Жан Тугил, Курман Галис Атабалдиев, уроженец Туркменистана, а также инвалид Йоркин Эсбасар. Часть из них перешла в легальный бизнес, а вот Йоркин Эсбасар недавно был арестован и до сих пор находится под следствием за кражу и сбыт нефти в Актобе. Депутатский корпус Этой группировкой руководили приятели по прозвищу Икан и Мурка. Под их контролем были отдельные спортивные секции по шейпингу и развлекательный игровой бизнес. По оперативным данным, эта бандой занималась долгие годы. С девяностых, рэкетом одержала в страхе многих бизнесменов. Люди жаловались, что Икан и Мурка со своими товарищами избивал их, угрожали оружием, требовали колоссальные суммы денег. На преступников все эти годы неустанно поступали жалобы со стороны бизнесменов, но большая поддержка в высших эшелонах власти помогала лидерам обк выйти сухими из воды. Рыжий алмаз. Жил-был такой человек, Насиба и Насинов. Решил однажды заняться бизнесом, но тут же стал жертвой наезда рэкетиров. После этого мужчина произнес такую фразу, когда общество делится на волков-овец, лучше самому стать волком. После этого парень сколотил вокруг себя большой коллектив из бывших сотрудников правоохранительных органов, спортсменов и воинов-афганцев. Его окружение дало ему красивое прозвище – Рыжий алмаз. Численность данного обк достигала около сотни человек. Бандиты контролировали сеть автосалонов, вещевые рынки Орал и Балашак, крупную бензиновую компанию, ряд нефтяных скважин в Мангистаузской области, и горно-развлекательные шоу-бизнес. Также они занимались продажей зерна по всему Казахстану и СНГ. Большое количество современных успешных бизнесменов в свое время пользовалось поддержкой рыжего алмаза. Основное окружение алмаза ходило в спортивках, хотя сам алмаз очень любил щеголять в строгих костюмах. Жизнь криминального авторитета закончилась печально. В 1998 году он был убит на своей вилле в Испании. Его сподвижник по преступлениям, Черный Алмаз, погиб еще раньше. В 1993 году стал жертвой автокатастрофы на Кардайском перевале. После убийства рыжего алмаза обк руководила Айка Бегемот, редкий случай, когда женщина управляет преступниками. Баха-фестиваль. Этот уголовный авторитет всегда стоял особняком от других мафиазий Казахстана. Он трудно уживался с системой, даже уголовной. Ходят слухи, что он мог запросто в нетрезвом состоянии кататься по городу днем и на скорости врезаться в чужой автомобиль. А потом спокойно уйти. Или же история о том, как он с друзьями поехал в Нью-Йорк, и в Гарлеме до них докопались афроамериканцы. Естественно, Баха и его друзья отобрали у них биты и оружие, о чем потом с гордостью рассказывали. Баха, будучи кадровым офицером, имел награды за храбрость и мужество, которые получил во время войны в Афганистане. Многие называли его отчаянным парнем. Баха был известен как организатор многочисленных криминальных разборок. В 1998 году Баху фестиваля и его четырех спутников расстреляли из автоматов в одном из частных домов в районе Малой Станицы. Об Катаба. Эта небольшая группировка достигала 25-30 человек. Банда контролировала водочный бизнес, казино, вещевой рынок улыгер, таможенные посты. Лидером организации был Талгат Атабаев, страдавший сахарным диабетом. Вечером 12 декабря 2005 года он, пытаясь сбежать от Пагани, выскочил из автомашины Toyota Land Cruiser и вбежал в помещение игрового клуба «Астек». Однако убежать ему удалось недалеко, прямо в помещение клуба. По словам полицейских, ему стало плохо. Скончался Атаба еще до прибытия кареты скорой помощи. Приехавшие позже судмедэксперты установили, что Талгат Атабаев страдал склерозом вены артерии сердца. Кроме того, было еще много криминальных авторитетов и ОПК в Казахстане. Это Берег Американец, Титаник, Леха Семипалатинский, ОПК Адай, ОПК Абрам, Махновцы, Бригада Иса Одноглазова, группа Садко и Сейко, Серик Голова, братья Каримовы, Ягуаровские, ОПК Усть-Комансемск, Сайгаки, ОПК Крыгбаевские, ОПК Заводские и многие другие. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.